я лежу в горах и мне звонок тебя приглашают тебя уже назначили спасибо ребят я теперь не буду работать в государственной сфере благодаря политической воле нашего президента мы выбрали путь открытости и естественно без никаких проблем это не обходится когда они начали острый материал давать чиновники не им звонили а мне звонили ты специально устраиваешь нам компанию ты чё там делаешь жизнь с деньгами прекрасно без денег такую большую огромную страну за два года за три года вот так в рай превращать невозможно слава богу скажите что никто не умер вот и все недавно вы совершили внушительный вояж по европе насколько я понимаю лондон вена еще несколько городов какова большая цель на ваших поездок ну главная цель это было показать рассказать о тех изменениях которые именно вот в области свободы слова в области сми который у нас делается и потом если вы помните со стороны оба сие господином дизер им было такая вот высказывание что прекращайте блокировать сайт и такое было и после этого конечно я тогда был еще новым сотрудником в этой сфере и мы очень много чего сделали и решили им показать что было сделано хотя инициатива была от них приглашение было от них и мы рассказали о тех существующих задач перед нами которым поставили о тех дорожных картах которые мы формировали для установления принципов свободы слова или же открытости государственных органов именно вообще развитие средств массовой информации в узбекистане развитие статуса и ценности в области журналистики мы попытались объяснить что благодаря политической воле нашего президента мы выбрали путь открытости мы выбрали путь обеспечение свободы слова и мы пытаемся стараемся если даже у нас где-то не так уж хорошо как ожидается получается но главное есть желание и пытаемся обеспечить это и по тем требованиям которые требуют нас мировое сообщество как вы сами лично оцениваете состояние свободы слова стране в чем ее проблема есть два стороны да первое если со стороны журналистики не хватает опыта у наших журналистов это однозначно не хватает знаний у большинство журналистов в течение вот это вот периода 25 лет если этот посмотреть назад профессия журналистики она не была престижной и из-за того что страна в этой области практически была закрыта и это цензура этот вот контроль над журналистами на средства массовой информации были настолько жесткими и меры то же самое большинство выпускники института журналистики они ушли на другие профессии и вы сейчас вернулись это очень уже радует большинство они ушли а большинство кто они работали здесь они больше всего занимались легкими материалами то есть углубленно на какое-то направление они как бы не ушли и не начали над собой работать большинство и и благодаря вот этому вот периоду все равно вдруг появилась возможность профессионально работать вдруг открылись все двери конечно есть проблемы конечно это не так уж просто удается мы это понимаем прекрасно но сам факт что есть опять-таки говорю политическая воля у нашего руководителя есть позиция государства и правительства которые они выбрали это вот то что касается ваша коллег есть проблемы со стороны государственных служащих и со стороны чиновников кстати вопрос следующий об этом именно как живется с вот с обратной стороны подзорной трубы так сказать в атмосфере открытости и всеобщего хайпа не просто я вам скажу потому что если прошедшие 25 лет не дал возможность развиваться в сфере журналистики а с другой стороны расслабил всех руководителей чиновников но они просто не разговаривали с людьми даже не было элементарных пресс-служб даже не было элементарных интервью потому что все запрещено было чиновниками руководителями первых лиц министерств ведомств открыто было строго запрещено выходить на прессу на общество медиа пространство да на медиа пространство должен был выходить только один человек и все и благодаря вот этому вот механизму я говорю в кавычках благодаря они расслабились тоже вот например в зарубежных странах работа с общественностью это из один из главных частей государственных служащих почему потому что каждое их действие они должны перед общественностью как бы оправдаться или защищаться объяснять а у нас получилось так что все что сам себе король все что все что можно было сделать можно сделать и судья тебе только один человек понимаете да и у одного человека может быть очень узкий как бы рамки или же требования нежели чем 30 миллионное население одного человека угодить легче чем всего народа и все работали на одного человека грубо говоря не благодаря вот этому как вот сейчас открылся теперь идет уже явно или открытая критика или же нашим руководителям министерств или ведомств придется выступать перед аудитории перед журналистами и перед публикой естественно без никаких проблем это не обходится мы сами хорошо знаем когда они начинают выступать на один неправильный ответ такое бурное обсуждение и такой вот негатив сливается и таким образом уже они начинают над собой работать они начинают обдуманно говорить то есть это тоже своего рода воспитательный процесс сейчас идет но еще раз хочу сказать что не просто идет сейчас мало критики сейчас много провокаций не будет ли перебор от этой свободы слова потому что для меня я стараюсь быть объективным на самом деле для меня сейчас все построено вокруг хайпа вокруг этого нового модного слова и это действительно не критика это провокация населения на какое-то недовольство со стороны сми и блогеров скажем так конечно это наблюдается но мы как бы специально дали возможность мы недавно проводили конференцию и там один сам журналист если не ошибаюсь газету хох что ли он стал и говорит пора говорит уже наказать журналистов за неправильно сказано или за или за провокацию и говорю подождите мы только вот всего лишь года два начали дать свободу начали дышать начали дышать и говорю если они только вот начинает подниматься я говорю тоже вижу я понимаю что много грубых нарушений законодательства в области сми но говорю мы еще горы не установили нет у нас этика журналистки международные есть но у каждой стороны должен свой у нас говорю очень много чего еще надо сделать для того чтобы они поднялись пусть если даже ошибаются пусть если даже неправильно себя ведут я не знаю как вы сейчас сказали провокационные материалы готов пусть делают пусть поднимутся встанут на ноги а потом начинаем установить правила игры а пока главная судья это общественность да они провоцируют но это с другой стороны заставляет государственных структур тоже работать и провоцируют их тоже как будто поднимая из спящего режима я думаю это процесс процессе все просто так не бывает вас называют основателям изданий уз 24 и turon 24 вы сами ваша команда когда-нибудь сталкивалась с цензурой конечно конечно сталкивались почему где-то может быть у нас что-то хорошо получается в области сми потому что я работал в пресс-службе министерствах ведомствах я работал в средств массовой информации я работал на телеканалах я работал рядовым сотрудником и я создал сайты когда тяжело было это сделать очень было сложно угрозы за угрозами каждый материал мы тысячи раз обдуманно давали но храбрость и смелость нашим молодой молодой команды нам тогда удавалось хоть что-то давать то есть более такие вот острые материалы но при этом мы бабушки тогда и получали почему закрылся трон 24 несмотря на яркий старт turon 24 столкнулся с очень серьезный как бы провокационным интригом вот и все это была инициатива молодых ребят которые я хорошо знал когда-то у меня работали вы понимаете что я до этого и бизнесом занимался у меня были медиа структуры они пришли с инициативой с таким что давайте мы если вы разрешите вы пресс-секретарь как бы руководителя вы пытаетесь поднять уровень средств массовой информации и есть у нас по идее есть у нас предложение если вы поддержите и откроете нам двери на доступ к информации мы создадим если хорошо я не не только вам кто-либо если ко мне не подходил тогда в то время я сказал я всех поддержу и всем помогу и точно так же им помогал и в результате что получилось вышел слух что это мой сайт начались разные разговоры что вот конфликт интереса или что-то еще такое начали интриги когда они начали острый материал давать чиновники не им звонили а мне звонили это ты специально устраиваешь нам компанию я говорю извините это ко мне никакого отношения не имеет но я всех журналистов буду поддерживать если у вас есть проблема если они поднимают вы лучше отвечайте им чем сейчас мне звонить и таким образом я сам под давлением остался я открыт это могу сказать это так и было это было благодаря вот этим вот предыдущим силовикам которые сейчас их нету и они очень постарались чтобы его не было и его нет поэтому а какие сейчас местные онлайн-здания вы читаете сможете назвать я читаю всех почему это моя работа я есть что то что вам больше нравится интересует больше всего мнение блогеров я больше блогеров читаю я смотрю вашу передачу спасибо вчера еще раз просмотрел получается недавно начали у вас хорошо получается я читаю феррус хана мне он очень нравится я таблетов уж читаю я куну читаю газету иногда есть которые я ищу странички каждый день а есть которые я вынужден читать я еще раз говорю учитывая мою профессию я читаю всех и все это плотный комментарий мне каждое утро заносит вот такую папку со всеми статьями со всеми мнениями блогеров вернемся к свободе слова относительно недавно в социальных сетях обсуждали случаи когда обсуждались действия телеканал зор тв которые вроде бы запретили показ клипов нескольких исполнителей среди них это джахангир пазлджонов зиода кабилова халима ибрагимова за то что якобы они поддержали в своем инстаграме гульнару кариму небезвестную вы наверняка знаете ее это не является ли примером нарушения свободы слова как вы думаете я тоже читал об этом я не верю что их правом взяли запретили пусть они скажут признаются что действительно запретили пустили канал официально скажет да нам это запретили показать тогда я могу сказать свое мнение но на самом деле я еще раз говорю каждый человек каждый гражданин каждый журналист или блогер имеет право высказаться но и золотое правило за сказанные надо отвечать если ты уверен в тех высказываниях что правильно что-то никого не задевает что это не нарушает ничего говори все что хочешь почему узбекское телевидение по большому счету так ужасно как вы думаете узбекские телевидения вы имеете ввиду государственные канале часто по большому счету наверное и частные государственные я знаю что вы имеете отношение к нескольким телеканалам но мне интересно то есть ну очень мало образовательных передач очень мало действительно актуальных интересных передач то есть все построено вокруг развлекухи как вы думаете с чем это связано я чуть-чуть хочу подправить что я сейчас никакому каналу отношения не имею чтобы это было прозрачно я только занимаюсь государственными сейчас делами а почему так получается потому что опять-таки все упирается на знание и уровень тех людей которые сформируют формируют контент если вы обратите внимание сейчас такая тенденция все что просто он уже гениально получается все что примитивно который тут например я не могу смотреть никакой канал мне тяжело это переварить на рейтинг смотришь они самые высокие это так это да поэтому может быть это по вашему из того что вы тоже как я например не смотрите эти каналы кажется что они ужасные но если большинство их любит если это мне понравилось бы людям они бы его и убрали бы с эфира то этих передач нравится пусть веселятся проблемы в людях конечно не я не только в людях не только в людях я еще раз говорю это упирается на уровень знания тех людей которые формируют контент это тоже люди это наши это не чужие со стороны которые приехали вот почему на частный канал или на другие каналы за рубежа специалисты не могут привлекать вы знаете об этом когда они приходят они не понимают что нашим людям нравится это тот их не этот вот с их не ментальностью их не кругозором формированный контент здесь не пойдет они это понимают они попробовали они такие вот большие проекты начали сделать и это получилось неэффективно еще есть одна сторона что у нас рекламный бюджет слишком маленькие например по моим данным на все телеканалы рекламный бюджет 15 миллион долларов по республике что к 15 миллион долларов для 20 телеканала у них расходы для содержания офиса и всего-всего-всего у каждого если даже по миллион по полторы миллион долларов просто уходит на содержание за какие деньги можно делать контент я когда работал на телеканалах приходили разные такие вот крупные компании с разными там крупными проектами например как всегда спрашивали почему у нас нету передача как голос например почему у нас нет таких вот мировых брендовых там теле сериалов или ситкомов например все упирается в деньги а если это не окупается как ты можешь дать качественный контент или качественный проект то есть эта сторона тоже играет очень такой серьезную роль все 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 друг другом взаимосвязано уровень журналистов или же творческих людей которые готовят контент бюджет и экономические части и все равно восприятие людей и люди как я сказал кому-то не понравится он может выключить когда-нибудь ситуация-то поменяется как вы думаете это все связано с развитием экономики когда экономика будет на высшем уровне у людей круглозор поменяется когда у людей появится денег они уже капризные становятся их уже простыми вот такими вот дешевыми вещами не будешь удивлять они будут хотеть больше больше почему потому что благодаря вот эти вот денег и возможно которые у них есть они начинают ездить в другие страны начинает там пробовать разные виды всяких там прелестей жизни начинают понимать что жизнь с деньгами прекрасно и когда уже они это начнут понимать они захотят качественное образование они захотят качественной медицинской услугу они захотят качественную обслугу и качественный контент на телевидении тоже это все связано с экономикой и все когда вы последний раз смотрели телевизор лично я смотрю тв не более двух раз год один из них это поздравление нашего президента всю основную информацию я получаю через социальные сети и мессенджер сегодня только в одном telegram я подписан на несколько десятков авторских и информационных каналов ежедневно мы пропускаем через себя огромное количество недостоверной и не очень достоверной информации нам приходится самим разбираться в ее достоверности или недостоверности один из тех каналов который закреплен у меня в телеграме это издание репост новость узбекистана и мира крутая аналитика крутая инфографика все самое достоверное самое настоящее а еще они делают очень крутую вещь они развивают гражданскую журналистику это позволяет им получать срочно новости со всех уголков нашей страны ведь информацию о происходящих событиях анонимно отправляют обычные граждане ну и самое главное подписаться на телеграм-канал репостом можно пройдя по ссылке в описании подписываемся возвращаясь снова к свободе слова для многих свободу слова как вы отметили это критика как вы думаете можно ли критиковать президента почему я не делает я не согласен критикуют я вот недавно прочитал статью газета уз критиковали почему не критикуют президента этот вопрос уже не ко мне значит нет на то причин я не знаю мы даем все права и возможности вот вы почему не критикуете мне все нравится вот получается многим нравится вы на самом деле серьезно ворвались медиапространство узбекистана после вашего назначения на пост пресс-секретаря а вы помните тот день когда вы узнали что теперь пресс-секретарь я был в горах и мне позвонили сказали тебе назначили пресс-секретарем президента как это обычно происходит это какой-то резюме собеседование мне все интересно как назначает на важные должности тех или иных людей всегда я думал что назначают тебя только там по связям надо заплатить потому что я сам видел я же рос в этой сфере я же видел как это все делается и у меня почему я вообще ушел из гос структур в целом это 12 что ли готов у меня руки отпустились потому что я всегда думал был настолько наивный что ли что если хорошо работаешь тебя заметят и ты будешь расти на практике так не казалось я день и ночь работал сутками не отдыхал работал но из такого роста и не почувствовал и тогда в один прекрасный день когда мне очень сильно поругали на собрании у меня окончательный был разочарование на гос работу я сказал все спасибо ребят я теперь не буду работать в государственной сфере и ушел начал бизнес заниматься начал проекты поднимать я очень сильно обиделся и разочаровался и время поменялся я точно так же занимался бизнесом и он хорошо начал давать результаты я начал подниматься там реально там была более справедливая обстановка чем например в государственных организациях и когда мы им очень сумасшедший проект я сам для себя так называю организовали плов восьмитонный ну тогда и меня все заметили почему потому что это был очень серьезный проект я не знаю вы были ли нет это замечательный проект но к счастью меня там не было потому что там было очень много народу но и тогда и меня критиковали у меня на это тоже всегда был ответ мне всегда говорили вот там был бардак и горе извините 150 тысяч человек собрался в каком государстве если 150 тысяч человек соберется и бесплатно будет раздавать еду или что-либо будет не бардак это принцип и вообще рецепт этого проекта такова что слава богу скажите что никто не умер но кто создал бардак в этом проекте например собрался 150 тысяч человек и это было бесплатное мероприятие большой как бы ивент и если из этих 150 тысяч человек 1 процент есть даже будут идиотами а в обществе есть идиоты и нормальные умные и всякие это уже полторы тысячи человек если говорю 0 50 процентов будет невоспитанные или там я не знаю некультурные люди это уже будет 750 человек а вы обратите внимание говорю на те видео которые вышло в телеграм-канал там всего лишь там 20 или 40 человек пусть пусть 100 человек начали вот так вот яблоки забирать мясо я говорю на это говорю тоже надо на расслабиться почему потому что такие такого мероприятия не было никогда в узбекистане это впервые и говорю я более чем уверен тот человек тот женщина которая так забирает мясо увидите ее соседи знакомые родственники они сказали у я ты чё там делаешь ты чё так сделала и я говорю более чем уверен даже дети так скажешь скажем мама или папа ты же опозорил нас весь мои одноклассники говорят что ты вот так себя повела и таким образом они будут над собой все равно работать это будет как-то служить на воспитание этих людей говорю не надо бояться таких мероприятий это очень сильно критиковали больше такое не делаю групп извините если вы хотите чтобы люди были культурными в таких мероприятиях не надо запрещать надо делать и делать не надо бояться что будет бардак не надо бояться что будет такой беспредел надо делать таким образом постепенно формируется культура проведение таких мероприятий тоже таким образом появится и культура поведения для силовиков, которые там обеспечивают безопасность. Таким образом появляется опыт у организаторов. Я, например, никогда такое мероприятие не делал. Я говорю, впервые делал. Вы говорите, спасибо, скажите, что без никаких там смертных случаев или каких-то травм все обошлось красиво. Но в итоге, что мы получили? Наше блюдо попало в книги рекордов Гиннеса. Во всем мире об этом знают. В любую страну, когда приходишь, я не переувеличиваю. Когда говорю про плов, многие знают. Это же хорошо. Разве это плохо? Таким образом, там же меня заметили. Там же я ярко появился, когда видимо там, как мне потом рассказали, кто этот парень. Сказали, вот организовал. Потом мы делали книгу «Узбеген». Я не знаю, вы видели. Я знаю, видел. Замечательную книгу. После этих вот мероприятий как раз тогда была вакансия, это должность. И я еще раз говорю, я... Мне начали звонить. Говорю, не-не-не, вы что? Я тогда пожалел, сказал, в государственную службу я больше не вернусь. И я лежу в горах, мы очень уставшие были после вот этих всех проектов. И мне звонок. Тебя приглашают. Тебя уже назначили. И говорю, как? Ну, так как нужен здесь. У вас такое поручение. Это если от главы государства, говорю, я с удовольствием. Конечно, этот вот момент очень сильно изменил мой взгляд на то, что в государственных службах несправедливо, или же ты растешь только благодаря своим знакомым. Вот это все изменило. Пресс-служба президента очень сильно изменилась при вас в хорошую сторону. Это стоит признать. Насколько сложно было наладить работу? С чем, с каким сопротивлением вы столкнулись, если столкнулись вообще? Ну, конечно, столкнулись. Все надо было сделать с нуля. Ничего особенного от предыдущих моих коллег не оставалось. Были талантливые ребята, которые надо было их поддержать и реализовать. Их не вот эти вот возможности. Когда я приходил в пресс-службу, мне сказали, надо мне кажется, почистить кадров и всех поменять. Я сказал, подождите, давайте мы попробуем. Вообще, вы им дали возможность, чтобы они показали себя? Попробуем, дадим возможность. Справиться, справиться, не справиться, мы поменяем. Поменять всегда можно. И таким образом мы очень сильно старались наладить механизм, этот цикл производства вообще, формирование контента, обеспечение доступа к руководителю. Было, конечно, сложно. Сложности везде бывают, всегда бывают, но главное, все зависит от твоего руководителя. Если твой руководитель этого хочет, он создаст тебе все необходимые условия. Если твой руководитель этого не хочет, он тебе, как бы ты ни старался, у тебя не получится. К моему счастью, наш президент, он хотел, помогал, и он поддержал. Когда я давал какие-то рекомендации, он прислушивался. То есть этот тандем был у нас. И благодаря вот этому тандему и взаимопониманию мы как бы могли достичь разным успехом. Как часто вы встречались с президентом? Практически каждый день. А вы можете рассказать его стандартный рабочий день? Из чего складывается? Рано утром, 9-9.30, 10 вот так вот начинается рабочий график и заканчивается неизвестно во сколько. Мы всегда говорили, чуть-чуть берегите себя, пожалуйста. Вы слишком много работаете. Вы очень не бережете себя. Например, утро начинается, опять-таки, с дачества, в которое мы подготавливали, ознакомление разных справок, потом приемы и по графику, если есть мероприятие, по мероприятиям или если есть встреча, встреча. И вот так вот и очень поздно возвращались домой. И без выходных работали. Почему без выходных? И, видимо, вот эти вот проблемы накопленные не дают покоя даже расслабиться. Вот этот вопрос с энергией, на самом деле, он меня всегда поражает, насколько он энергичный человек. Как вы думаете, откуда берется эта энергия? Это, наверное, желание изменить к лучшему нашу страну. Вот это вот старание и вся эта энергия, накопленные вот эти вот проблемы и желание их скорее решить и поднять нашу страну на новый уровень, вот это и покой не дает, и дает, мне кажется, колоссальную энергию. Мы за ним не успевали. Я уставал очень сильно, я молодой, но он все равно в возрасте человек. Он настолько энергичен, что таких, как я, 10 сразу на пути, на половине пути останется, потому что, особенно в командировках, когда мы в области езжали, в 8.30 нам надо быть в аэропорту, а для того, чтобы в 8.30 быть в аэропорту, мы должны как минимум в 6.30 проснуться. За полчаса мы приезжаем, он в 8.30 приезжает, например. Садимся на самолет, вылетаем, как спускаемся из самолета, садимся на кортеж, уже программа настолько насыщенная, программу можно было сделать ненасиченную, но он требует, чтобы он каждую минуту как бы и по дороге все как бы успел. Вы не представляете, не пьем воду, чай, ничего, не кушаем, не отдыхаем. Как мы спустились от страпа, как мы уже начинаем по объектам ездить, таким образом до 12 ночи работали. Вы можете представить такое? Мы уже все такие-никакие, а он очень бодрый. Он из-за того, что он общается с людьми, дает энергия и поддержка и любовь к нему. Я наверняка так думаю, что это сильно как бы ему дает стимул и работу. И после того, как все вот эти объекты мы объезжаем, заходим на собрание, 3-4 часа собрания проводятся, обсуждаются очень глобальные важные вопросы, которые необходимы решить эти вопросы. И где-то в 12, выходим, и мы такие, не такие, уже все, а он к себе заходит, обедает или кушает слишком быстро, 10-15 минут. И начинает смотреть телевизор, смотрит новости и читает все эти вот дайджесты, которые были подготовлены. Вот такой сумасшедший решение. Говорят, что на стол президента, кстати, вы об этом уже несколько раз сказали, кладется дайджест. Раньше это была одна папка, а сейчас их, насколько я понимаю, насколько я знаю, несколько. И многие, собственно, хотят попасть в эту папку по разным причинам. Отсюда и большое количество материалов. Среди этого всего появляется определенный конфликт интересов. Кто, что, как подает. А то есть вы хотите сказать, насколько это фильтруется? Да. Она не фильтруется. Я вам объясню, почему. Потому что у руководителя есть несколько источников информации. Если одна команда фильтрует, дает информацию, а другая команда все равно расскажет об этом. Понимаете? И таким образом кто-то очень сильно по башке может получить. Поэтому все, что выходит в течение дня, это не дается полное. Вот содержание этого текста. Очень коротенький. Максимум абзац. Констатируются вот эти вот факты и выжимается весь этот суть этого материала и там пишется. И это невозможно фильтровать. Потому что, еще раз говорю, у руководителя очень много возможностей. И у него даже дома есть свой планшет, который он сам смотрит. Есть внуки, есть дети. Раньше, может быть, возможно было фильтровать. Почему? Потому что интернета не было, сайтов практически не было. Не только газеты, а газеты только можно было урезать и дать то, что надо. А сейчас не скроешь. Меня всегда вопрос интересовал. У президента есть мобильный телефон? Есть. Он пользуется? Ему можно звонить, да? Люди звонят ему? Ну, я вот эти вот моменты плохо знаю, но я видел, когда он пару раз разговаривал по мобильному телефону. Может, он своему сыну звонил. Опять-таки, было много сообщений в СМИ и в соцсетях, что перед приездом президента в ту или иную область начинается ремонтировать дороги, асфальт, улицы, все нарядные, красивые выходят встречать. Насколько я понимаю, люди выполняют задачу максимально близко к сроку приезда президента. Президент борется вообще с этим очковтирательством? Конечно, конечно. Он всегда говорит, не надо меня хвалить, не надо все время к моему приезду вот так вот бурную такой деятельностью заниматься и там очковтирательством заниматься. Вы не поверите, просто по телевизору и в СМИ показывают только самые красивые места, да, где президент бывает. Всегда, да. Это их работа, да? Это их выбор. Но когда я ездил рядом в этом кортеже, я иногда, честно говоря, раздражался. Едем там не убрано, такие кривые дороги, пыльно. Я говорю своим журналистам тогда, я говорю, снимите вот эти моменты, покажите вот эти моменты. Почему, говорю, вот это не показывать? И я когда у главы администра тогда спросил, я говорю, почему Хаким не готовится? Для меня это было как-то странно, потому что все равно мы привыкли, когда даже домой гостей приглашают, начались подметать, убирать, все равно это будет неестественная обстановка твоего дома, да, и в естественном виде больше бардака, чем гости к тебе приезжают. То же самое. Я говорю, почему мы же в гости приехали, он же в гости приехал, все-таки он же руководитель страны. Он говорит, он не позволяет. Я говорю, хотя бы вот это вот закройте баннерами, я не знаю, вот этот вот мусор или вот этот вот разрушенный вот такие вот здания. Ну, мне кажется, вы сейчас немножко лукавите. Не. Потому что все-таки мы видим всю ту же самую картинку. Не, не, смотрите, это ни в коем случае не говорит о том, что всегда так бывает. Всегда стараются. В любом случае, любой себе уважающий хаким в области, он будет стараться красиво встречать и красиво провожать. И, соответственно, он тем или другими как бы методами это он делает. к сожалению, это не делается системно или планомерно. К сожалению, все это делается на бум. Но, с другой стороны, их тоже можно понять, что приезд руководителя, он за 2-3 дня, понимаете? А если бы они планомерно все это делали бы, системно это все делалось бы, и особенно такой суеты и не было бы необходимости. Я еще раз говорю, я не оправдываю никого. Я говорю то, что я видел. Я видел, когда я работал, я сейчас там не работаю. Сейчас, может быть, ситуация совсем изменилась. Уже почти полгода, больше полгода я уже там не работаю. Но я когда работал, я сталкивался с такими моментами. Эти все факты имеются в видеозаписах. Есть такие дороги, есть такие вот моменты, но все время требуют тоже, чтобы вы не уделяете мне внимания, не делаете, тоже не будут говорить. Ну, один раз сказал, два раз сказал, но все равно любой узбек, когда к нему приезжают, особенно таки высокопоставленные гости, он будет стараться максимум. Если даже это будет выглядеть неестественно, или же вызывает у большинства или у общественности какое-то негативное взгляд или мнение, он на это не смотрит. Потому что к нему есть гость, и он должен красиво его встречать и красиво провожать. Это в традиции, это в крови у нас. Мы никогда не будем Европой. Потому что у нас всегда гостей вот так встречают красиво, вот так и провожают. Почему мы не можем жить красиво, как вы думаете? Почему вы если не приедет президент, ничего не делается? Это опять-таки вопрос времени. Опять-таки это вопрос связан с экономикой. Все связано с деньгами. Если денег нету, как можно это сделать. Поэтому особое как бы внимание уделять на того, чтобы поднять бизнес, чтобы поднять экономику. Только с деньгами можно сделать все красиво. Только недавно хакимам областей разрешили самостоятельно формировать вот этот бюджет от местного там. Раньше не давали. Только вот им разрешили. Они только стали хозяевами определенной суммы. Быть хакимом это не означает, что он всемогущий. У него была возможность и он не делает. Это другой вопрос. А если у него нет возможности, а желание нет, но нет возможности, все же связано с деньгами. В течение вот этого 25 лет настолько все уже разрушился, начиная там от канализационной системы, начиная дороги до образования и всех-всех медицинных и социальных вот этих блоков, его за один день невозможно сделать. Годы и нужны. Я очень хочу воспользоваться ситуацией, сказать тем вашим телезрителям, особенно вот хочу сказать, не надо ждать больших результатов так быстро, строго не надо судить, надо попробовать в этих позициях попробовать это сделать, а потом можно сказать, как это, легко или просто. Еще раз говорю, экономика должна развиваться, деньги нужны, без денег такую большую огромную страну за два года, за три года, вот так в рай превращать невозможно. И очень прошу, чтобы каждому вот эту реформу или на каждую шаги нашего президента строго не судить. Главное есть желание изменить к лучшему. Все стараются, все пытаются, все руководители, которые сейчас работают в этих должностях, они не были раньше руководителями. Я тоже не был никогда руководителем государственных структур. Меня на это и не учили, и других министров, и руководителей не учили. Образования не было, мы сами говорим, образования не было. Каким образом мы должны быть на слишком высшем уровне? У нас тоже есть недостатки, мы все ошибаемся, но главное есть желание изменить. Вот это, я думаю, должно быть приоритетным вопросом. И есть главное старание, день и ночь стараются, это тоже надо признать. Наша главная беда и проблема государственных сотрудников, что у нас не удается это рассказать и показать людям. Если ты просто нырнешь на любое министерство, ведомство, у них день и ночь работа, они что-то делают. Где-то что-то получается, где-то может что-то не получать, где-то даже криво получается, но сам факт они стараются. И просто так специалистами не становится. По какой причине вы покинули пост пресс-секретаря? Мое здоровье не выдержало. Серьезно? Да. С приходом Шавката Миромоновича Мерзияева СМИ действительно получили достаточно большую свободу. И журналисты, и блогеры в том числе. Мне кажется, сейчас блогеры даже смелее, чем СМИ. Но мне кажется, это следствие отсутствия какой-то ответственности. То есть в законодательстве никак не закреплен термин блогер. Какие шаги ведутся в этом направлении? Мы разрабатываем сейчас законопроект, и где упоминается сфера блогерства, и мы статус блогера приравниваем к статус журналистики. И все. Таким образом все разрешится. Как скоро это будет воплощено? Ну, там свой процесс, свой регламент, самый главный документ уже готов. В установленном порядке сейчас собираются визы, и потом мы передадим это в Алимателис. Вы, на самом деле, первый из чиновников, кто настроил блогеров на позитивный лад. Как оказалось, это делать, в общем-то, не очень сложно. Накормить, напоить, дать сфотографироваться с куда-то хозяевом, и они все любят, собственно, вас. Как вы думаете, на данный момент заменили ли блогеры собой журналистов? Не стали ли действительно блогеры четвертой властью, так называемой? Где-то да, где-то нет. Все равно, я думаю, как бы мы их не называли, у блогеров больше всего свое мнение, а у журналиста жесткое требование, что у него должна быть объективность, а блогер говорит то, что он думает, а журналист констатирует больше всего факты. С этой точки зрения у них есть похожие моменты и есть как бы одинаковые, поэтому главное, чтобы вот эта вот сфера, это будет или блогерство, или же журналистика, главное, чтобы она развивалась. Но как вот быть нам сейчас, когда блогеры на самом деле очень часто притягивают информацию за уши, будем объективны, либо говорят неправду, либо говорят не совсем правду, да, то есть это тоже процесс времени? Это процесс времени и это опять-таки из-за того, что нет правила игры, то есть она вроде бы существует, но его должны все признать. Вот мы хотим, у нас есть как бы в планах вот союз журналистов, они недавно приняли кодекс и этику журналистики, и как мне сказали, что этот документ был разработан совместно с международными организациями, после того, как опубликовали, учитывая тут реакцию ваших коллег, я так такого негатива не почувствовал, соответственно, я думаю, там все нормально написано. Ну, поживем, увидим, надо на практике это попробовать. Теперь наша задача, это, конечно, будет не демократично, если это мы сами этим будем заниматься, то есть задача союза журналистов объединить всех и разговаривать, и установить вот это правило игры. Мы к этому должны прийти, мы придем. В любом случае, вот я недавно был в Лондоне и разговаривал с руководителем одного организации, это типа как наш союз журналистов, я так это воспринял, это не государственная организация, и он говорит, у нас, говорит, в свое время в Великобритании был такой вот хаос, журналисты писали, что хотели, говорили, все что угодно, и в результате, говорит, погибла одна девочка, это было большим сигналом. После все журналисты собрались и поговорили, договорились, давайте, ребята, установим правило, то есть у них сейчас есть, оказывается, члены в эту организацию, которая входит, 15 тысяч средств массовой информации входят в этот состав, у них есть специальный эгримент, договор с каждым средств массовой информацией, и там установлены все правила, на что они должны соблюдать и отвечать, и какие меры наказания при нарушении этих же пунктов, я спрашиваю, у вас часто наказываются? Они говорят, мы сами наказываем, не государство, не государство, но чужие деньги. Мы, это общество, учитывая, что у нас есть договор и каждый шаг прописан, мы, говорит, и наказываем сами. Какие меры наказываем? Только штрафы. А какой максимальный штраф? Я спрашиваю, миллион фунтов. Сейчас несколько блогеров за сердце схватились, мне кажется. Ну, это в Англии. Я к тому, что у нас тоже придет такой день, мы все равно от этого хаоса устанем. Мы, как госорган, создаем все необходимые условия, чтобы, вот видите, вы сами, будучи как бы блогером, можно вас так называть, да, что, ну, вот блогер или журналист, или человеком из этой вот сферы, сами говорите, что, когда это прекратится, да, почему так получается, это уже хорошо. Таким образом, вы со своим коллегами будете обсуждать, то, что эта идея и мнение уже появилась, это уже рост, это показатель. Остается регламентировать все вот эти вот недочеты и правила и соблюдать. Без правила невозможно, везде должно быть правило. Еще один вопрос, который меня лично очень интересует. Сразу после вашего назначения главой агентства в стране неожиданно включили Facebook и YouTube. Совпадение? Нет, мы постарались. А можете сказать, кто блокировал непосредственность, и зачем это нужно было? В чем смысл этого мероприятия? Они уже в тюрьме сидят. Хорошо, а в чем смысл? Смысл был в том, что негатива много стало вдруг, по их мнению. И они решили, что закрывая Facebook и YouTube, можно уменьшить как бы негативных всяких информаций. У меня был очень серьезный спор на эту тему. Я сказал, с негативом надо бороться с контр, аргументами, с контр, как бы фактами. Это долгий путь. Это долгий путь, но это правильный путь, другого пути нет. В наше время сейчас, отключая интернет, ни на что не добьешься. Ну хорошо, отключили Facebook. И что в итоге получилось-то? Все стали пользоваться VPN. Да, моя мама не знала, что такое VPN. Она тоже начала пользоваться через VPN. А что такое VPN? VPN-то разрушает все системы безопасности. То есть он открывает двери доступу на все ресурсы. Если все начинают использовать VPN, у государства не останется инструмента, который можно закрыть, например, террористические сайты, агитирующие на разные антиконституционные действия, или же торговли наркотиков. Это же все через сайты. А как можно защищать свою страну, если у каждого граждана уже есть VPN, который вот так прыгает через там любой барьер или запретный зону? Ну таким образом это объясняли, попытались, и слава богу, нам удалось. Агентство информации и массовых коммуникаций. Как часто журналисты обращаются к вам за помощью? Довольно-таки часто. Что в основном просят помочь? Достать информацию или же обеспечить интервью с государственными сотрудниками, потому что у них иногда не получается. Их не принимают, они не попадают к нужным людям, и мы помогаем. Хотя это не наша работа, но, я еще раз говорю, в период становления мы делаем все возможное, чтобы была информация. Мы заинтересованы, чтобы было больше информации в информационном поле. Какая связь между агентством и УЗА? УЗА? Да. Нет, это совсем отдельное учреждение. Это отдельное учреждение. Да. Наше агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента. Это уполномоченный орган по формированию информационной политики. А узбекские агентства информации это информационное агентство государственное отдельное. Они просто иногда в последнее время очень так жгут медиапространство и материалами и наездами, и нападками. С чем это связано? Как вы думаете? Я плохо знаю, с чем это связано, но я считаю, это неправильно. То есть информационное агентство право писать авторские материалы. Имеется в виду анализированные какие-то. У них жесткое как бы требование. Информационное агентство констатирует факты. Он дает пищу для СМИ. Они должны быть главным как бы заводом или там производителем информации для дальше журналистической деятельности. А они иногда вот эти вот правила нарушают. Вам интересно общаться с журналистами сейчас, то есть с нынешним поколением? Насколько они сильно отличаются от предыдущего поколения? Ну, они очень интересные стали. Они реалистичные стали. То есть может из-за того, что мы с одного поколения, не знаю, у нас есть общие взгляды или интересы. Может и поэтому. Приходилось мне слышать, что многие идеи идут как раз таки от этих журналистов. Например, идеи с теми же самими ID-картами. На каком этапе находится воплощение проекта? Потому что он как-то забуксовал. И даже вот на сайте, который недавно вышел. Да, в Адауз. Да, очень интересный проект. Да. Почему так получилось? Во-первых, это была идея Никиты Макаренко. Когда мы писали постановление президента, я всех журналистов приглашал и сказал, вот мы сейчас пишем, готовьтесь к документу. Какие у вас пожелания? Что бы вы хотели изменить? И тогда вот с обсуждениями, потом после заговорились и вот это вот была идея. Если все правила и нормативные документы на высшем уровне и качественно, если работали бы, не было бы необходимости вообще ID-карта. Почему? Потому что он спорный. Я это понимаю. Но учитывая ситуацию и учитывая период установления, как поддержка журналистов, как открывающие любые двери и как некий защитный документ, мы решили это включить, и это должно было бы быть. После того, как этот документ вышел и было поручено сделать, очень много было неожиданных, каких-то негативных комментариев со стороны журналистов. Начали обсуждать, зачем это нужно, почему. Мы, честно говоря, запутались. Мы говорим, если это вам не нужно, скажите, что вам не нужно. Я еще собрал всех. И какое-то такое конфликтное мнение было. Поэтому в итоге решили, что это будет ID-карта для пула агентства. То есть мы сейчас создаем некий пул, который больше привилегированный будут, чем обычный не входящий в этот пул журналист, с тем, чтобы у них был стимул попасть в этот пул. То есть это будет некий как бы сообщество, грубо говоря, которое будет иметь этот документ, и будут разные привилегии. грубо говоря, когда надо стоять в очереди, они пройдут без очереди. Я образно говорю. Будут такие вот моменты. Почему это вот в срок не выполнился? Я очень благодарен вот этому новому сайту. Честно говоря, платформа очень классная, мне очень понравилась. И моя фотография, как, конечно, нужных людей, я после этого хорошенько поговорили. Ну, поговорил, да. Мы ускоряем, мы делаем, но учитывая конфликтные моменты, мы запутались. В этом и главная проблема, что мы просрочили чуть-чуть. А журналистами немного понятнее, но вот на другом конце диалога это пресс-службы компаний и ведомств. Да. Очевидно, что многие люди, большинство людей, которые работают в пресс-службах, они вообще все мало представляют, как должна работать пресс-служба, у них нет необходимых ни доступов, ни знаний. Как стоит действовать в этом вопросе? Не закрывать же пресс-службу и не вести диалог только через ваше агентство? Нет, 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 вы что? Хотя это было бы интересно, да? Нет, нет, нет. Вы, если прочитаете последовательное постановление президента связанное с пресс-службами, там все уже регламентировано. То есть благодаря вот этому постановлению нашего президента теперь в каждой министерстве, ведомстве должно быть свою пресс-службу в том плане, что раньше тоже было, но руководитель пресс-службы, он приравнивается как советнику руководителя или там, например, если министерство, у него будет должность называться советник министра по связям с общественностью, там СМИ, и его статус будет приравниваться к заместителю этого ведомства. Раньше как было? Раньше вроде пресс-службы существовали, но благополучие этого пресс-службы зависело от самого руководителя этого ведомства или же от самого пресс-секретаря. Если оба хотят, у них получается. Если одна сторона есть даже, не будет соответствовать, уже не будет работать. И поэтому таким образом очень считанные министерства ведомства всегда вот так вот гремели, а другие были в спящем режиме. И никогда вопрос пресс-служб ни кабинетом министров, ни другими ведомствами не поднимался. Это тоже прецедент, это тоже впервые. Это впервые в истории Узбекистана на уровне президента поднимается вопрос пресс-службы. Почему? Потому что раз мы выбрали путь открытости, очень необходимо, чтобы они качественно функционировали, и у них была своя пресс-служба. И почему, например, пресс-секретари грубо говоря дохлые? Да потому что не было престижно там работать. То есть то же самое с журналистикой. Почему вы закончили журналистику и ушли на другую сферу? Потому что не было престижно, нечего было делать там в этой области. Нечего было кушать, я бы сказал. Нечего было кушать, тем более. То же самое и здесь, нечего было кушать. У них зарплата маленькая, машины нету, не принимают, руководитель не разговаривает. Они приходят на работу, читают газету, если какие-то мероприятия чуть-то там появляются и уходили. А сейчас будет совсем по-другому. Сейчас, учитывая, что там статус, материально-технические обеспечения и требования руководителя страны, вызывает интерес на это направление. И мы, как уполномоченный орган, координирующий агентство при администрации президента, это сейчас все обеспечиваем. И мы будем учить, организовывать для них тренинги, устанавливать требования. И по результатам мнений журналистов будем ставить оценку на деятельность этих министерств и ведомств. И у нас есть возможность доплотно наказать руководителей этих министерств и ведомств, если они плохо обеспечивают работу с журналистами. Вот такой механизм сейчас мы создаем. И это все, это очень серьезно, это регламентировано каждый пункт с постановлением президента. Он такую задачу поставил, он поддерживает и благодаря вот этой вот воле мы сейчас этими занимаемся. Блиц. Короткие вопросы, может быть, короткие ответы. Что опаснее, тонировка или дрон? Дрон. Блогеры должны платить налоги? Если они зарабатывают, почему его нет? Тесла или Феррари? Оба. Свобода слова это? Свобода слова это самый правильный путь к развитию. Почему Алтын-Калам практически всегда получают журналисты государственных изданий? Просто весь состав комиссии Алтын-Калам надо уже пора поменять. Университет журналистики подготовит хороших журналистов для страны? Время покажет. Что лучше посмотреть, индийский боевик или турецкий сериал? Хороший, полезный. Где-то это я, исходя из себя, говорю, более философские и глубокие фильмы. Будет ли в Узбекистане свой Дмитрий Киселев? Наверняка. Лучший пишущий блогер Узбекистана, как на русском, так и на узбекском. Мне нравится, еще раз говорю, многие. Это Давлетов Уз, Фирус Хан, Али Кахарова я читаю. Я хочу привет ему передать, что-то он в последнее время на меня обижается. Сейчас он не врать и не предать. Что будет с Узбекистаном через пять лет? Все будет прекрасно. Уверен? Сто процентов. Редактор субтитров А.Семкин